это роли в компании twin как у вас дела у меня хорошо как у вас у меня все хорошо вы куда пропали владимир никуда не пропал видать заснул сильно крепко насколько на неделю заснули ну бывает по всякому бывает и на неделю я помню перед дом отпишусь если я сплю это неожиданно приходит вот раз и все как удар по голове со спины понимаете неожиданно это происходит конечно интересно почему почему бы нет я понял вы сами то вообще настроены на видео встречу давайте сейчас серьезно вот без шуток потому что не дозвонился какие могут быть шутки вот вам когда говоришь серьезно вот прям по делу вы не верите а когда когда вам люди говорят что нас это не интересует вы почему-то ну все равно людям звоните предлагаете там то 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 я говорю что я очень заинтересован вашем предложении давайте его обсуждать почему вы мне не верить вот вы странно себя ведете я же вам говорю русским языком заинтересован презентуйте показывайте давайте обсудим твин там и голосовые чаты там роботы там все это и и и так далее я понял если направление действительно интересно действительно на какое время удобно будет встретиться в понедельник например вечером как у вас по времени давайте лучше воскресенье в понедельник я все дни кроме выходных я занят очень сильно занят но вы же знаете я общался с вами уже чем я занимаюсь и так далее вы юрист я помню так хорошо если говорить про выходные то в субботу как вообще по времени завтра да но после 12 не раньше сто процентов иначе я буду спать давайте мы с вами назначим на 14 или на 16 00 по москве это ну давайте на 16 думаю что я к этому времени уже проснусь я я надеюсь я надеюсь ну как бы главное что второй раз не заснуть это у меня бывает такое знаете нет нет раз и заснул но спящим достается только с ней владимир я вернует понимаете я все понимаю поэтому не хочу упустить свой шанс поэтому вы мне звоните будите меня по любому если вдруг я не буду отвечать звоните мне пишите там мелким почерком главное настойчивость проявите хорошо мне интересно и твердо я вам говорю ну видите есть определенные обстоятельства я иногда бывает засыпаю неожиданно просто вот раз и все поел вкусненько там включил какой-нибудь фильм и просто отключился а сплю я крепко а бизнес вы когда планируете вести ну если вот по первому или второму формату я понимаю я же веду бизнес да и как бы дополнительный видите как я устаю понимаете вот в протяжении рабочей недели вот прям вот вообще что притом субботу и воскресенье как бы готов с вами побеседовать там то-то то-то и чтобы не заснуть как бы прошу вас чтобы мне звонили почаще и тому подобное так хорошо владимир пожалуйста у себя зафиксируйте поставьте будильник на 15 на 16 часов вроде договорились на 16 но хотя бы за час придете в себя ой это большой перерыв лучше за пять минут ставить будильник потому что за час со мной может произойти все что угодно я могу 10 раз заснуть и проснуться у каждого человека свой организм понимаете у меня есть такая особенность я люблю поспать особенно выходные дни я понял давайте тогда поставьте будильник за 10 минут хорошо и в любом случае предварительно еще позвоню хорошо днем вот да только звоните не в 15 часов да а допустим вот как вы говорите за 15 в смысле ну там за 10-15 минут как сработает у меня будильник потому что ну иначе я потом просто опять засну большое время ожидания между 15 и 16 часами за это время в моей жизни может очень много всяких изменений произойти я понял я вас понял поэтому непосредственно вот так вот какое то событие должно произойти вот прям звоните сразу же и говорите вот через пять минут у нас с вами там то 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 запланировано я скажу да все окей включаемся и поехали потому что если вы мне позвоните за час и скажете что вот нас через час встреча мы положим трубку а мне через пять минут позвонит какой то другой человек я выйду там и пойду какими то другими делами заниматься и про вас забуду потому что ну сами понимаете ну либо засну тут вариантов как бы немного все хорошо главное будильник поставьте себе в 15-50 с будильником уже разобрались да за 10 минут я поставлю все отлично будем на связи с Валимом все я жду вашего звонка с нетерпением просто вот пытаюсь все таки с вами как-то связаться но у меня обратного звонка к вам нет если хотите можете оставить свой личный телефон я буду вам звонить когда я буду готов можете записать мой личный телефон я вам лично звонил последний раз да записывай 96 00 так 96 00 31 31 22 22 55 55 это кому я обращаться Ралиф 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 да как зовут еще раз напомните Ралиф так и зовут а это имя все понял компания твин компания твин но это ваш личный или это рабочий это мой личный номер я вам обычно звоню с рабочего сейчас я с рабочего звоню к вам можно будет почаще звонить 26 2255 ну которого сейчас продиктовали да звоните звоните а можно звонить в ночное время в какое в ночное а вы ночью не спите ну часто не сплю ну практически всегда не сплю поэтому днем отсыпаюсь я же вам говорю что после 12 могу только разговаривать потому что все это время там до 7 утра я не сплю я понял понял или вы думаете я там с вечера 9 часов вечера и до 12 часов дня сплю нет давайте вы мне звоните до 10 часов вечера на мой личный номер если что-то нужно звонить можно ну с утра прям с утра хорошо буду вам звонить не обессудьте если вдруг там где-то там может быть не я вам позвоню кто-то другой хорошо а в связи с чем вообще номер мой уточнили ну потому что я могу рассказать про ваш бизнес людям которым будет интересно к вам обратиться непосредственно вам же нужна реклама нет мне не нужна реклама давайте так вы номер никому не передавайте я вам личный номер дал чтобы в случае чего могли позвонить ну это уж не от меня зависит а не нужны не передавайте пожалуйста мой номер никому почему я вам владимир свой личный номер дал пошел вам навстречу если хотите мне звонить вы же мой номер как-то получили мне звоните почему я не могу сделать обратного звоните мне но только вы звоните хорошо владимир давайте серьезно вам в целом интересное направление если нет давайте мы с вами попрощаемся конечно же интересно я же вам уже десять раз сказал понимаете если бы не было интересно я бы с вами не разговаривал у меня же много было бесед с вашими коллегами но они мне звонят и звонят вы мне звоните и звоните вот я вам предлагаю сейчас зеркальную схему теперь мои товарищи по юридическим услугам будут звонить к вам владимир это какой-то детский сад что вы вообще говорите ну как детский сад на мой взгляд вы себя ведете немножечко непорядочно знаете в каком плане потому что каждый раз звонит ваш коллега там не знаю вы не вы там или еще кто-то звонит от этой компании я звоню из компании твин из компании твин да неоднократно я уже беседовал с этой компанией твин даже уже видя вот эти связи по зуму проходил не проводили там все ватсапе переписывались договор скидывали там матом друг дружку посылали и тому подобное понимаете у нас история уже длится много много времени посмотрите вашу базу наверняка я там у вас уже очень давно нахожусь я наверное уже с большинством ваших работников переговорил поэтому я хочу чтобы вы теперь поговорили и с моими работниками Владимир вы если оставить номер телефона вашего коллеги мы будем и вашему коллеге звонить послушайте меня Владимир вы в базе у меня зачислены как первый да и стена вам до этого никто не занял и не нужно сейчас придумывать так поэтому рафаэль или как вас рашид там как угодно Владимир вы зачем так сейчас разговариваете со мной как я с вами разговариваю ну я вам четко назвал свое имя ну я не помню вы еще раз назовите Ралиф меня зовут Ралиф вот Ралиф смотрите вот я у вас там в какой-то базе числюсь как единственный неповторимый вы в моей базе в нашей базе да компания твин да компания твин как бы единственный неповторимый там первый раз мне звоните Ралиф вот в моей базе Вы теперь будете тоже числиться Как единственный и неповторимый Человек, которому нужно обращаться По любому вопросу Днем и ночью, выходные и будни Вы можете блокировать Этих людей, но их много Понимаете? Потому что блокировать вас Вашу компанию Твин Невозможно, у вас каждый раз новые номера И новые коллеги звонят У вас только остается один выход Поменять ваш номер Сотовый, правильно? Правильно, но вы думаете Я не могу устроить, учитывая, что мы Занимаемся ботами Так устройте, устройте Давайте мы это все сделаем Мы сейчас вас установим Кто вы такой, что вы занимаетесь Вот этим хулиганством Я это называю хулиганством Телефонным хулиганством Я вам говорю о том Что вы занимаетесь Хулиганством Вы для чего интересовались франшизы Мы с вами для чего общались? Я интересовался франшизой Вы просто что-то предлагаете Я вам говорю, что Да, мне интересно По истечении нескольких месяцев А вы мне тогда сейчас угрожаете, Владимир? Я вам угрожаю чем? Какими-то своими ботами, бомберами Я не знаю, почему Вот они угрожают Это вы мне только что угрожали Своими сотрудниками, которые будут мне звонить Ну так, я же говорю, что я буду вас рекламировать Вы думаете, я не могу устроить этого? Вы думаете, я не могу сделать так, чтобы вам каждую секунду звонили? Да все вы можете сделать Поэтому я сейчас фиксирую наш разговор И ваш телефон передам правоохранительным органам Вы только устроите то, что вы говорите Фиксируйте, Владимир, фиксируйте Так Вы мой номер не используете никак Вы думаете, наш разговор не фиксируется? Да, конечно, фиксируется Это я прекрасно знаю Ну вот, собственно, Владимир Перестаньте в детский сад играть Да кто же играет? Кроме вас никто не играет Вы чушь несете, Владимир Если вам не интересно, так и скажите Так это вы чушь несете Когда вам сказали 10 раз Про мое отношение к вашей компании К вашим работникам и коллегам И вы каждый раз спрашиваете одни и те же вопросы Ну ничего, каждый раз вам объяснять Как я к вам отношусь Мои коллеги вам до этого не звонили Мои коллеги вам до этого не звонили Ну как не звонили? У меня есть и записи И есть выкладка даже Пожалуйста, это компания Твин, скажите Это компания Твин Это компания Твин У меня даже есть имена У меня есть переписка Давайте, перечисляйте мне имена Давайте Да не буду я сейчас ничего перечислять А ну зачем вы заикнулись тогда? Вы что заикнулись тогда, Владимир? Я заикнулся? По-моему, заикаетесь вы Владимир, по-моему, вы чушь несете полнейшую Да ладно вам Вы не переживайте Все будет хорошо Владимир, это вы не переживайте Скажите мне сейчас серьезно Вы завтра на встречу ходите или нет? Конечно, выхожу Мы с вами договорились Я же хочу заснять нашу презентацию Чтобы можно было показать ее другим людям Сделать вам рекламу, понимаете? У меня есть возможность сделать вам хорошую рекламу Вы просили вас рекламу нам делать? Ну хорошо, рекламу среди своих товарищей Своих, так сказать, коллег Потому что вложиться там полтора миллиона Хочет очень много людей У них просто лишние деньги И они хотят вам заплатить За франшизу и тому подобное Я думаю, что я смогу их убедить С вашей помощью Расстаться со своими деньгами А потом вы их, так сказать Ну, естественно, кинете После того, как получите определенную сумму денег Ну, я образно говорю Конечно, это слово кинуть Может быть, грубо звучит Но суть, она одна и та же После того, как вы получите деньги Ваши сказки, как у Золушки Превратятся в тыкву Потому что я читал ваш договор Я читал ваш договор Я разговаривал с вашими коллегами То, что вы обещаете, написано в договоре Оно не соответствует Не сбрасывали ваш договор По ватсапу Все это у меня есть Просто я сейчас не готов вам Это все называть И я не вижу в этом смысл Потому что, во-первых У меня по телефону идет сейчас разговор А во-вторых Как бы я не могу это сделать Одновременно И разговаривать И скачивать И вам пересылать какие-то сообщения И куда пересылать Ну, слушаю вас Мне сказать нечего, Владимир Я понял, что в целом направлении Вам наше неинтересно Могли изначально так сказать Еще раз говорю Интересно Вы что, меня не слышите, что ли? Ну, а что же мне говорите? Вы Мы, когда подпишем договор Да, мы вас кинем Откуда вот это все? Ну, к чему это? Смотрите, смотрите Интерес бывает разный Вот у меня свой интерес В отношении вашей компании И тому подобное Ну, расскажите мне про свой интерес, пожалуйста Ну, вот, мы в 16 часов Завтра и на эту тему пообщаемся Какой у меня к вам интерес Окей? Все, отлично Давайте Да, главное не забудьте За 10 минут разбудить Хорошо? Вы тоже, пожалуйста Не забудьте Установить Будильник на За меня не переживайте Но если вы мне не позвоните Завтра Вы будете балабол Окей? Договорились? Без базара Давайте Все, до связи Владимир Все, хорошего вечера Всего хорошего До свидания До завтра